Более полутысячи российских военных из Воронежской области, которые в начале ноября прибыли на фронт, погибли под Макеевкой, Луганской области. Об этой массовой и крупной потере среди российских военнослужащих изданию «Верстка» сообщил один из выживших – Алексей Агафонов. Нас выкинули в посадки. Сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты. Обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел. Артиллерия, грады, минометы, коптеры – нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек уцелели 29, еще 12 ранены, а остальные – все. Алексей Агафонов, военнослужащий Российской Федерации, в интервью изданию «Верстка». По словам Агафонова, до прибытия их батальона на этих же позициях ранее был разбит как минимум еще один батальон мобилизованных. Российский военнослужащий утверждает, что лично видел десятки трупов. Говорит, что местные контрактники воевать не ходят. В район Сватова Луганской области мобилизованных привозят со всей страны, чтобы закрыть линию обороны. По телевизору показывают, что все красиво. На самом деле здесь, в Луганской области, на передок бросают именно мобилизованных. И когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы. А на передке мобилизованный Алексей Агафонов, военнослужащий Российской Федерации, в интервью изданию «Верстка». Эту информацию изданию «Верстка» также подтвердили и жены выживших мобилизованных. По их словам, их мужья боятся и просят помощи. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блогпостам боятся выйти. Руководство их бросило, и они не знают, что делать. Просто просят помощи. Людмила Черных, жена российского мобилизованного, в интервью изданию «Верстка». «Ни начальства, никого там нет. Мы хотим, чтобы это стало известно всем, как поступили с мальчиками. Их бросили, как котят, без подготовки, без ничего. А у нас с мужем дочь, ей полтора года. Анна, жена российского мобилизованного, в интервью изданию «Верстка». Родственники тех военнослужащих, которые попали под обстрел в Луганской области, 5 ноября собрались у зданий Воронежской прокуратуры. Требовали рассказать им правду о судьбе близких. «В первый же день, когда их привезли, их поставили на передовую линию. В состав командования все командиры взводов и полков, и рот, как правильно, покинули поле боя и убежали, обоснуя это тем, что они скоро вернутся и предоставят мобилизованным гражданам их вещи. Через 40 минут они не вернулись, и начался обстрел гранатометами, минометами. Помогите нам вызволить наших мобилизованных бойцов, убрать их с первой линии, с передовой». В Министерстве обороны Великобритании сообщили, пополнение резервов армии мобилизованными не даст России преимуществ и дополнительных сил на поле боя. Новомобилизованные призывники, скорее всего, имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее. Опытные офицеры и инструкторы были отправлены воевать в Украину, и некоторые из них, вероятно, были убиты в ходе конфликта. Российские силы проводят учения в Белоруссии из-за нехватки личного состава боеприпасов и средств в самой России. Развертывание войск с минимальной подготовкой или без нее не дает дополнительных наступательных боевых возможностей. Из заявления Министерства обороны Великобритании 5 ноября 2022 года. При этом за отказ ехать на передовую российским военным угрожают расстрелом. Мобилизованных, которые отказались воевать, содержат в спецлагерях на территории временно оккупированной Донецкой области. Об одном из них написало издание The Insider, ссылаясь на информацию от жен и матерей отказников. Замполит пятой роты у них в ДНР сказал, что если они будут что-то писать, то их расстреляют, закинут в общую яму, а родственникам напишут, что они без вести пропавшие. Мой муж звонил и сказал, «Лен, меня сегодня наши могут расстрелять». Полностью подавленные люди, их поломали психологически. Я думаю, что если они вернутся домой, то им понадобится помощь психиатра. В таком состоянии они уже были закинуты в подвал, двое суток просидели там на земле в кирпичном подвале. Елена Кашина, жена российского мобилизованного, в интервью изданию The Insider. Также стало известно, что в России начали похищать людей для отправки на фронт. Речь идет о случаях исчезновения трудовых мигрантов из Таджикистана. Как сообщает радио ОЗОДИ, родственники без вести пропавших не исключают, что их принудительно отправили на войну в Украину. Виктория Синько, Никита Бабенко для телеканала Freedom.